Просим обработать руки, надеть маску, если у него маски нет с собой. Мы предупреждаем гостей, чтобы заранее брали с собой. Можно бесплатно здесь и обязательно ношение перчаток. Проверка температуры на входе и, конечно, перчатки и маски. Московский бизнес продолжает работать, несмотря на ежедневный рост заболевших. Столичные власти распорядились перевести треть сотрудников на удаленную работу. В маникюрных салонах требования выполнили, но теперь опасаются, что в скором времени их могут закрыть, как весной. Уже сейчас мы понимаем, что к концу года есть вероятность, что потеряется не менее 30% объектов бьюти-индустрии. То если будут еще вот такие жесткие, долгие, длительные меры без поддержки, то это будет просто забить гвозди, называется, крышку. Несмотря на открытые двери и меры безопасности, поток клиентов упал примерно на треть. Здесь, считают, многие испугались второй волны коронавируса. Сам бизнес еще не отправился от первой. Тогда, кроме салонов красоты, в первую очередь пострадали рестораны, гостиницы и авиаперевозки. Эксперты подсчитали, кто на очереди. Очевидно, что на перспективу, если смотреть чуть вперед, достаточно серьезные проблемы возникнут. Вот то, что называется real estate, коммерческая недвижимость. Опять не только в России, по всему миру спрос на коммерческую недвижимость, на офис, на торговые помещения. Он упал и вряд ли восстановится до бизнесного уровня достаточно быстро. На этот раз жестких ограничений не будет. Этот тезис на неделе прозвучал от президента Владимира Путина. Экономисты предполагают, в российском правительстве подсчитали потери от весеннего карантина, который назвали самоизоляцией, и ужаснулись. Весенний карантин в России, который ударил по малому и среднему бизнесу, он унес тогда от второго квартала примерно процентов 35-36 ВВП. То есть в пересчете на годовое это было 8% годового ВВП. То есть мы можем предположить, что если два месяца оставшихся, скажем, ноябрь-декабрь, например, будет такой же карантин, то он унесет еще 8% годового ВВП. И мы получим погоду не те минус 7, которые предсказывает Кудрин, или минус 6, которые я бы предсказал, а получим минус 12-13. Меры поддержки для российского бизнеса, предложенные весной, многие эксперты называют недостаточными. Мог бы выручить фонд национального благосостояния, но трогать его российские власти, очевидно, не спешат. Это та самая заначка на черный день, которую нужно было использовать. Но, видимо, президент Путина, министр финансов Силуанов не считает, что он уступил черный день и не считает, что российский бизнес и российское население в этих условиях надо было поддерживать. Предпринимателям предложили льготные кредиты и субсидии на покупку санитайзеров. И в этом маникюрном салоне этой помощью воспользовались. Но достаточно ее назвать не могут. Здесь нужны либо были какие-то дополнительные меры поддержки бизнесу арендному, для того, чтобы они могли себе позволить больше давать нам возможности сокращать аренду, какие-то скидки давать. Ну и плюс, все же, мне кажется, по зарплатам тот уровень, который был погашением, тоже не настолько помог людям всем. Тоже условия были слишком ограничены, когда 90% персонала сохранить. И не все могли себе это позволить. Свои убытки здесь оценивают в 60-70% прибыли, если сравнивать с прошлым годом. И если все же вновь не объявят локдаун. Больше всего его опасаются под конец года. Декабрь традиционно самый прибыльный месяц для сферы услуг. Тем временем число заразившихся коронавирусом в России перевалило за 17 тысяч.